Всем привет! В этом ролике я вам покажу топ 10 машин от 1 до 5 миллионов. Я уже записывал подобное видео больше года назад, вам оно довольно-таки понравилось, там было много просмотров, поэтому я решил записать вторую часть. От вас хочу увидеть хорошую активность, ставьте лайки, ну и конечно подписывайтесь на канал. Я думаю это видео вам поможет выбрать автомобиль, который вы реально купите, будете кайфовать, поэтому смотрите видео от начала до конца. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, введите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за нём получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, бейте с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, первый автомобиль это у нас получается Mercedes S600, он же Кабан. Год цена данного автомобиля 2 миллиона рублей, его можно купить в автосалоне. Едет он тоже довольно-таки неплохо, задний привод как бы, на нём можно как бы и бачком пораздавать, в принципе. Тачка реально за 2 миллиона очень хорошая, то есть любители, именно классики, я думаю то, что вам такой автомобиль реально очень сильно понравится. Максимальная скорость без чипа у него 196 км в час, с первым чипом будет ехать где-то 220-230. Большой скорости от него не ожидайте, то есть эта машина не быстрая, она такая, знаете, комфортная, чисто такая классика. Как я и сказал, то есть это Long V12, такой автомобиль в реальной жизни довольно-таки сложно найти, но в игре вы себе спокойно можете его как бы позволить. Внешне, мне кажется, тачка выглядит реально очень хорошо, диски прикольные, сама по себе тачка тоже очень прикольная. 2 миллиона цена, я считаю, очень даже хорошая. Следующий автомобиль, это конкурент предыдущему автомобилю, это BMW 7-ка, стоит она в автосалоне 1,5 миллиона. Тоже бандитская классика, ребята, просто классика. То есть что у нас получается, Кабан лонговый, что у нас 7-ка, она тоже как бы лонговая. И здесь максимальная скорость повыше, чем получается у Мерседеса, но как бы разгон здесь не особо хороший, разогнать ее довольно-таки сложно. Но максималка у нее реально очень хорошая, то есть без чипа, вы сами видите, максималка уже 225, а у Мерседеса максималка была без чипа 196. То есть с чипом она будет ехать где-то 260, но набирает она эту скорость не особо как бы хорошо, до 200 она набирает более-менее нормально, но после 200 очень и очень медленно. Внешне данный автомобиль тоже очень хорошо проработан, красиво все смотрится, фары там, как я и сказал, это лонг, то есть дверь у нас задняя длиннее, чем передняя, думаю, это заметно. Этот автомобиль получается дешевле, чем Мерседес, то есть Мерседес стоит 2 миллиона, этот автомобиль стоит полтора миллиона, здесь максималка больше, но там разгон лучше, поэтому тут уже убираю только вам. Следующий автомобиль, это тоже классика, это Гелик Гелендваген G65. В автосоне он стоит 7 миллионов, но мы от этого не будем отталкиваться, потому что с рук его можно купить как бы за 5 миллионов, потому что они из ГОСКой 2.5. В принципе, максималка у него тоже небольшая, максималка на первом чипе 230, без чипа 201. У меня тоже есть такой автомобиль, я себе недавно его приобрел, и мне он в принципе очень сильно нравится. Его можно занижать, можно делать развалы, тем более в обновлении на него будут как бы обвесы, брабустам и так далее, поэтому в принципе я бы эту машину очень сильно рассмотрел бы в покупке, потому что из-за того, что на него будут обвесы, я сам себе приобрел этот автомобиль. Подвеска у него как желе просто, ну есть такие моменты, на нем можно даже перевернуться немножко, но я думаю, если вы там занизите, развалы поставите, мне кажется то, что его управление реально поменяется, потому что он будет ниже. Следующий автомобиль это Range Rover. Range Rover в принципе вот такой вот симпатичный, красивый. Данный автомобиль в автосалоне стоит 6 миллионов рублей, но с рук его можно купить там за 3-4 миллиона FTS, что я думаю спокойно. То есть автосалоны эти машины тоже в принципе не покупают, их выбивают там с рулетки и поэтому его без проблем можно как бы купить. Максимальная скорость у него без чипа 230, то есть чипом он будет ехать где-то 260. То есть тачка в принципе по скорости, по разгону, по управлению очень неплохая, то есть на повороты реагирует нормально, ее не кренит как гелика допустим. Полный привод как бы по разгону, по управлению тачка реально хорошая за свои деньги. Следующий автомобиль это у нас Audi S5, тоже очень интересный автомобиль, то есть это у нас купе. Тачка очень бодро разгоняется, полный привод как бы. Можно не еще боком понаваливать, то есть она боком тоже едет на полном приводе. Так максималка 208, это без чипа, то есть чипом она будет ехать 238. Давайте еще раз затестим его им на разгон, то есть тапку в пол. Разгончик у него реально очень бодрый, то есть до 150 разгоняется бодро, да и 200 в принципе набирает тоже очень даже неплохо. Неплохо, по управлению она такая дрифтовая, то есть на ней можно так немножко похасанить боком. Данный автомобиль стоит в автосалоне 4,5 миллиона. Ну что ж ребята, следующий автомобиль у нас японский, это Honda Civic в новом кузове. Тачка стоит 1,5 миллиона рублей. Внешне конечно этот автомобиль на любителя, то есть, ну внешка у него довольно таки необычная, неординарная. То есть, ну морда мне его нравится, то есть симпатичная жопа, такая знаете, спорная, то есть на вкус и цвет. Но по скорости, по управлению эта тачка реально хорошая. То есть максималка у него без чипа 210, с чипом будет 240. То есть максималка в принципе плюс-минус неплохая. По управлению тачка тоже очень хорошо слушается руля. Она не дрифтит, ее не заносит, то есть тачка именно такая как картинг, знаете. Давайте еще раз оценим разгон, то есть, вместо она разгоняется очень даже неплохо. Сотку набирает быстро, 150 тоже. Ну, в принципе, по разгону, я думаю, тоже очень даже неплохо. То есть она не прям такая мертвая, по разгону, ну такой среднячок. Итак, ребята, следующий автомобиль, это у нас Ницан ГТР Р-34. На него можно там спойлер поставить, винилы. То есть тачка очень хорошо подходит для тюнинга. Но этот автомобиль не для скорости, то есть он дрифтовый. Максималка у нее тоже неплохая, мы ее затестим. Если вы любите давать боком, то этот автомобиль вам отлично подойдет. С ним, как бы, никаких проблем тоже нету. Он хорошо тюнется, хорошо, как бы, едет боком. Поэтому тачка реально прикольная. То есть бачком понаваливать самое то. Разгоняется, кстати, он очень хорошо. Максималка без щипа 230, то есть щипом эта машина будет ехать 260. Давайте я вам покажу разгон. То есть разгон у нее, видите, она шлифует очень жестко. Потом она зацепилась, то есть по разгону она очень быстрая. Максималку набирает очень уверенно, быстро. Но на старте, видите, ее просто несет жестко, она шлифует. Следующий автомобиль это Infinity. В автосоне он стоит, по-моему, 3,5 миллиона. И тачка, как бы, это седан. То есть седан реально симпатичный. Я в жизни такой автомобиль видел. В жизни он просто еще красивее. Максималка у нее 220. То есть первым чипом она будет ехать 250. Разгоняемся, то есть набирает она уверенно. Такой седанчик, на котором можно реально погоняться. Максималочка 250. Очень красивый диск, как я считаю. Да и в целом автомобиль тоже довольно-таки симпатичный. Также у нас есть, получается, Mercedes. Это Ешка, Е63. Очень тоже симпатичный автомобиль. Красивые диски. Сам кузов тоже очень красивый. Красивая оптика. Это, знаете, конкурент Infinity, наверное, больше. Едет без щипа 220, а этот автомобиль едет без щипа, как бы, 200. То есть Ешка помедленнее, чем Финик. Не знаю, как бы. Я, наверное, если выбирал бы между Ешкой и Фиником, я, наверное, все-таки взял бы Ешку. Потому что, как ни крути, Ешка выглядит поинтереснее, посимпатичнее. Дорого-богато, так сказать. По разгону, в принципе, ну, такой среднячок. То есть такой среднячок. Как бы она вроде бы разгоняется, но так. Знаете, не очень прям уверенно, но разгоняется. То есть по разгону, мне кажется, Финик будет побыстрее. Ну и последний автомобиль. Этот автомобиль реально для любителя. Это просто легенда. Я думаю, вы сами понимаете. То есть максималка без щипа 230. С щипом будет максималка 260. У меня тоже есть такой автомобиль в моем автопарке. То есть тачка реально прикольная. Можно поставить занижение. Можно поставить развалы. Но я вам скажу сразу, что эта машина не особо управляемая. То есть особенно на большой скорости. На ней можно легко как бы разбиться. Но как бы на любителя. То есть если вы любите прям бачком позалетать там в повороты туда-сюда. Чисто Бэха, В10. Если вы любите именно BMW. Если вы фанат этого кузова. То с радостью покупайте данный автомобиль. Вы не пожалеете. Продолжение следует.